Это рейтинг, рейтинг! Ты знаешь, что мне интересно? У девушек разрешены ли сопер-кики, разрешены ли ударом коленом в голову в партер? Привет, встал! Итак, низко держат руки Рэда. Такое расслабленное начало достаточно для соединения Японии. Пока не форсирует забытие, лоу-кик пока просто поджимает воде и территориальным преимуществом, но его бы никак не обозначают. Обоюдный мидл-кик, и он навстречу неплохо Куботов встречает по корпусу. Еще один практический мидл-кик, но он все-таки по бедру, и совершенно ничего он не означал, по большому счету. Подхват ноги, вот посмотрим. Нет, не получилось здесь ничего сделать. Япония пытается действовать на опыте и ждет ошибки соперницы. Причем, обрати внимание, да, что работает с каким-то явным превосходством, чисто внешним. Такая расслабленная, вальяжная, чуть затянутые движения. Но все это затишье перед бурей. Неплохой обмен. Да, попадает справа, и чуть не пропускает, как их подсекает итальянка оппонентку, и начинается давление уже внизу, в партере сайт-контрол. Вот сейчас и увидим, каковы навыки девушек в борьбе. Продолжает держать боковой контроль Рэна. Действительно интересно, но пока такая полупатровая ситуация, и старается Валентину выключить заперницу, просто не дать атаковать, стойка. В серии ударов на выходе из клинча удается Рене, попадает она, довольно неплохо, нежесткие удары, но видно, что защита Жулианы не идеальна. Двучка, и тут же следует удар ногой в туловище, классическая комбинация для кип-боксинга. Мы также отметим, что темп поединка, вроде как устраивает обеих соперниц, невысокий темп, средний скорее. Неплохо поддавливает, соперницу и здорово пробивает, наверное, хотелось в голову попасть. И отличная встреча руками в исполнении Рене. И еще здорово слева теперь попадает итальянка. Ну что ж, пока мы видим оболюдово острый бой в стойке, с абсолютно равными шансами на успех. И духовитые девушки у нас в ринге за очередной раз подхватывает итальянка соперницу, но не развивает свою атаку. Чуть больше двух минут до завершения первого раунда. Пока все очень ровно. Такое ощущение, что ждет итальянка вот эту самую ногу, чтобы ее подхватить и все-таки выполнить срием. Вот он и перевод. Так по взрослому ведутся поединок, несмотря на достаточно юный возраст соперницы. И здорово вновь слева попадает очень опасный левый прямой у итальянки. Хорошо, и колено вроде бы зашло в туловище у японской спортсменки. Колено в голову опаснейшее. Еще неизвестно, кто сильнее к клинче выглядит. Бэкфист закладывал. Не подготовленный. Да, закладывал очень далеко от самой Италии. Хорошая взрывная двоечка в исполнении Рене, но пока не мы делимся. Бэкфоспад ноги хорошо вырывается. Рене, чувство баланса прекрасное. Знает, что делать в новинной ситуации. Есть такое ощущение, что у Ботты такой запас прочности какой-то большой достаточно. Ну визуально так точно. Итальянка послушай, может быть чуть-чуть. Опять вновь слева. Левая рабочая справа попадает практически в челюсть, продолжает атаку, включаясь колени. Вперед и нет, но блестящий бросок в исполнении Рене Куботы. Просто классика жанра, можно сравнить даже с Рондо и Роузи. Именно так она переводила вниз не одну свою соперницу. Да, но мы помним, чем завершала свою поединку Рондо и Роузи. Отламывание в руки. Угадали это сделать, где тел не доходит. Да, да, да. Посмотрим, посмотрим, что девушки покажут нам. Внизу все возвращается на круги своя. Прямо один в один, как под копирку. Но за такой тейкдаун, конечно, судьи могут записать в ее копилку не одну очко. Уже в последней минуте заканчивается первого раунда, раунда интересного. Не знаю, можно делать какие-то предварительные выводы. Очень опасные. Хайки рядом с головой воспоминания Рены. Ну и здесь в своей излюбленной манере действует Валентина. Заходит в клинику с коленями, пробивает по корпусу. И такой еще немножко задохнулась Рена. Тяжело дышит достаточно, начинает отступать. Итак, сейчас начнется второй раунд дебютного поединка сегодняшнего вечера. Как ты думаешь, кто выиграл первое? Очень интересный вопрос. Ввиду того, что здесь статистически нужно смотреть, кого больше отдали, кто больше выбросил. Итальянка мне показалось больше выбросила, но удары иконки были мощнее. А два тейкдауна? Да. А два тейкдауна было, поэтому мне кажется, все-таки небольшим преимуществом здесь владеет Рен. Небольшим, подчеркиваю, это ничего не значит. Та-ра-рам! Ох, как опасно бьет справа. Такой незаметный удар каратистский. Очень хорошая техника ударов ногами у Рен. Рен подбирает дистанцию. Причем такой лоу-кик внутренний был на грани фола практически на исполнении коленки. Такой обмен хай-киками у нас сейчас происходит. Кстати, удар нога в голову, это довольно энергозатратное дело, и особо так распыляться такими техническими действиями не стоит. Зачастилась этим движением Рена, можно ее и поймать, наверное. Сейчас это как раз и продемонстрировала Валентина. И так справа аккуратненько, не сильно, но точно попала. Вообще, это минута отдыха, по-моему, Валентина пошла явно на пользу. Так мы отвечали, если она чуть-чуть начала дышать, тяжеловато в конце первого отрезка. Сейчас все в порядке. Продолжает бить ногами в голову Рена, но теперь уже без подготовки. И таким ударом попасть одиночным очень непросто. Надо готовить, надо прятать ногу. Хорошо туловище. И тут же следует хай-кик. Нарвалась на встречный правый Валентина. По защите, но потом справа действительно очень больно. И похоже, что переламывает потихоньку итальянку ход этого поединка. Вопрос в том, что Рена наверняка пойдет в борьбу. Вопрос, когда она выберет момент и как она его подготовит. Кстати, ни одного прохода в ноги мы не увидели ни с одной из сторон. Пошла вперед, побежала просто Рена. Ну что это, жест отчаяния какой-то был? Почему такая атака? Рена, на мой взгляд, все-таки не успела восстановиться за определенную минуту после первого раунда. В самой концовке начала тяжело дышать. И мы видим сейчас, что значительно свежее смотрится Валентина, которая быстрее, резче. Больше удара выбрасывает. Может быть, не так много попадает, как бы ей хотелось. Но тем не менее. Ну и еще может сказываться все-таки такой длительный, простой, двухлетний итальянка. Он находится в большем тонусе и на длинной дистанции может выглядеть чуть получше. И еще один блестящий бросок в исполнении Куботы. Но не развивает она успех. Очень красивый амплитудный бросок, ничего не скажешь. Посмотри, как руку отдала сейчас Валентина. Бери, не хочу. Нет, Рена не хочет воспользоваться этим шансом. Вытягивает руки. Валентина очень вкусно. Если бы были навыки у Рены в борьбе чуть посильнее, наверное, она бы смогла этим воспользоваться. Может быть, тренеры больше уделяли именно защитным действиям Патрио у обеих девушек. И фактически не научили их атаковать и делать были ли приемы вот из таких ловажей. Зацеп не прошел у Рены. Продолжается борьба в клинче. Такой чистый тайский бокс мы с вами наблюдаем. И попытка выйти на рычаг локтя в исполнении Рены. Чем закончится? Да, мощная висечка такая получается в ее исполнении. Терпит, терпит итальянка. Все, все сдается. И есть победа кубок. И все-таки заборола она свою соперницу. Хоть и пропустила. Поняла, что проседает по кардио. Поделась.